Гимназия номер 94. Сегодня здесь практически все директора школ, учителя, родители, выпускники. Каждый признается, Леонид Николаевич был для них больше, чем учитель и коллега. Леонид Николаевич был душой нашей гимназии. Он лидер нашего коллектива. Вот сейчас наш коллектив просто в растерянности. Как это все, наша гимназия будет без него. Леонид Мурысин из педагогической династии. Сам из Арска работать учителем начал был в Тасях, потом в Казани. В эту гимназию пришел в 87-м году сразу директором и руководил ею до последних дней. Леонид Николаевич – продолжатель многолетних традиций школы, мудрый наставник учителей, создал коллектив единомышленников. Наш Леонид Николаевич – это самый грамотный, самый чуткий и неравнодушный руководитель. Верил в каждого из нас, умело, грамотно направлял. Леонид Николаевич сам очень талантливый. И не только учитель, он просто талантливый как человек. Получал звание народный педагог и становился лучшим директором школы России. Но всегда главной его наградой были его ученики. Он всегда защищал интересы наших детей. Интересы системы обладания республики в целом нашей стране. Он был очень приятный. Несмотря на то, что я иногда занимал высокие посты, он не стеснялся, у него глаза говорили. То, что, как он говорил, тебе не скажут другие, я так смею говорю, обратить внимание на это. Благодаря усилиям Леонида Мурысина на территории гимназии были открыты музей и памятник Соловецким юнкам Северного флота. А в московском районе Казани в 2005 году появилась одноименная улица. Он был хранитель, слово-то такое, хранитель тропы, по которой прошли, пройдут тысячи выпускников, сотни учителей. Похоронили Леонида Мурысина на арском кладбище столицы. Вероника Кайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.